Перед началом этого видосика я хотел вам порекомендовать проект ElfMoney.net, где вы можете купить тайм-карту и немножечко пополнить запасы золота. Более 13 лет на рынке, только опытные проверенные исполнители, лучшие качества и вежливые сотрудники. А для моих подписчиков скидка 10% по ромокоду VANILA10, ссылка в описании. Так, раз, два, три, четыре, пять. Всем привет, ребят. Посмотрел тут недавно видосик Осман Голда, который рассказывал про Classic Эру. Ну, заглянул туда, там, походил, что-то там жалом поводил в полвторого ночи. Но я, кстати, дождался такого более-менее адекватного времени. Сейчас полдевятого вечера, в принципе, прайм-тайм. Какой у нас сегодня день недели? Вторник, вот, вторник, как раз сброс КД, последний день. Поэтому, по идее, должно быть народу много. Давайте зайдем на европейский сервер. Чекнем, насколько говорят правду блогеры. Вы же знаете, ребят, этим блогерам доверять. Поэтому, пока сам все не увидишь, не прощупаешь. Ну, кстати, по поводу онлайна, довольно сложно смотреть онлайн на официальных серверах за счет, потому что там работают слои. То есть, как бы, во-первых, не чекнешь онлайн через команду вху, не через какую-любую другую команду. И чисто визуально не посмотришь. То есть, вот, на пиратках там все как-то проще. Заходишь в столицу, хоп, раз, раз, раз. Или там в стартовых локациях. Вот. А так, например, на офи выходишь в стартовую локацию, смотришь, возможно... Ну, давайте, вот я тут как раз возле стартовой локации. Я еще днем сюда заходил посмотреть. Давайте посмотрим стартовую локацию. Включим все чатики, чтобы смотреть активность. Кто куда собирает. Кстати, можем сами куда-нибудь сходить. Такс, что у нас тут интересного? Где толпы народу? Где хайп? Ага, слушайте, ну нормально. Нормально. Стартовая локация. Это, знаете, это... Обычно любят показывать хардкорный сервер. Вот этот Гидраксин Ватерлордс. Там вот этих вот лоу-левелов бегает просто миллиард. Они качаются до десятого, дохнут, потом опять качаются. Вот этот вот круговорот игроков в природе. Но здесь хардкорщиков нету, потому что сервер ПВП. И народу, я вам скажу, очень даже нехило. Серьезненько. Так, серьезненько, ребят. Смотрите, просто. Просто нету свободного пятачка, чтобы не было игроков. Так, слушайте, ну круто, круто. Давайте тогда пойдемте посмотрим не только стартовую локацию. Пойдемте чекнем сначала Голдшер. Не, ну слушайте, ну не врали блогеры, не врали. Так, все, ребят, с этого момента доверяем блогерам опять. Все, что говорят блогеры, почти правда. Смотрим чатик у нас. Собирается 1дд в Кнамериган ищется. В БФД. Лавран БРД. БФД, Гномер, Стакады, Марадон. Ну, слушайте, практически куда хочется. Вот, Зульфарак, БРД. Все, короче, как положено. Нормально, нормально. Что у нас в Голдшере? Вот я вспоминаю, когда я на Turtle WoW пробегаю мимо Голдшера, здесь все время такие, знаете, палаточные тусовки. А здесь, на Офе обычно здесь бывают какие-то дуэли устраивают, что-то такое. Ну, это такой, знаете, перевалочный пункт. Ну, слушайте, чатик довольно живой. По ощущениям, по ощущениям могу сказать, что где-то, ну вот, учитывая то, что сервер не фреш, это не фреш, по ощущениям могу сказать, что 1006-7 онлайна. Да, вполне, вполне может быть. Давай в гостиницу зайдем, посмотрим. О, и тут прям народу дохерища. Слушайте, нормально, прям, не, реально, вот кажется, как будто фреш. При том, что это даже не выходной день, знаете, обычно такой аншлаг по выходным, там, по субботам, по воскресеньям. А сегодня у нас, получается, вторник. Так, ну, кстати, я не вижу, что вот где-то собираются пуги. Вижу, человек спрашивает, кто-нибудь, Аникси, БВЛ, Молтенкор, АКУ-40 собирает сегодня. Так. Инвайт, Накс, Рамус, Пуг. А, ну вот, кстати, Накс собирают, вот. А что за гильдия? Актив. Ну, Актив это самая такая старейшая здесь гильдия. Самая, можно сказать, серьезная гильдия. В ней все игроки уже просто в бисе. Смотрите, вот реально, как на старой классике. Дуэли перед воротами столицы. Как давно я этого не видел. Обычно, ну, заходишь на какие-то такие... Даже на пиратках я такое редко вижу. А тут, смотрите. Дуэли перед Штормградом. Возможно, где-нибудь там в Айронфорже. Там, знаете. Я помню, даже гильдия так называлась. Дун Моринг Дуэл Клаб. За счет вот этой вот пятачка, где обычно все дуэлились. Так, ладно, идем, смотрим столицу. Тут, смотрю, делает квестик на сопровождение маршала. Прикольно. Такс. Что у нас тут? Должна просто толпень быть. Если такое в стартовых локациях. Но за счет слоев, наверное, мне не покажет. Хотя, не факт. Что сейчас слои прям вот подрублены. Потому что вылезы как-то давно... Ой, слушайте. Прогрузилась, прогрузилась. Ну, народу действительно. Охренеть. Я не знаю, включены ли сейчас слои. Но если включены, это даже... Это много. Это много. Смотри, смотри, продолжают прогружаться. То есть, я думал, что это все. Но нет, продолжают игроки прогружаться. Серьезно, серьезно. Да. Впечатляет. Прям футажик можно такой неплохой сделать. Для будущих видосиков. Типа, ванилы хайпануло. Здесь, смотрю, народ у нас тусит. Так, слушайте. Ну, куда еще мы можем сгонять, посмотреть? Можем пойти за Орду. Ну, за Орду у меня просто нет высокоуровневого персонажа. Есть, но лоу-левельный. В принципе, давайте посмотрим, что у нас там на Орде. Потому что... Альянс, он чуть-чуть на этом сервере такой, более многочисленный. Так, на Дальгенфанге, мне помню, да? И, по-моему, он в Агримаре у меня стоит. Да, точно. Варкул в Агримаре стоит. Заходим. Смотрим, что у нас в Агримаре. Я во всех русских гильдиях. Воин у меня за Альянс в русской гильдии. Этот шаманчик у меня в русской гильдии. Атамик Харт. Это вот я про нее рассказывал вам недавно. Слушайте, ну и здесь неплохо. Несмотря на то, что Орда, она такая, знаете, более малочисленная, здесь тоже неплохо. Чатик у нас включен. Так, чатик включен. Давайте посмотрим, тут кто-нибудь собирает. Сейчас какие-нибудь рейдики, пуги. Там вот Накс собирают. На Альянсе Накс собирают. А здесь пока ничего не вижу. В РФЦ только танк требуется. Слушайте, ну... Нормально. Неплохо. Тоже. Сейчас бы еще в стартовой локации посмотреть, что происходит. Но я думаю, что там тоже движняк такой же, как у Алика. Поэтому... Если, например, сейчас врываться, то не почувствуешь себя одиноким. Народу хватает. Блин, ну вот знаете что? Не покидает такое ощущение, что ты немножко опоздал. То есть, когда ты залетаешь и начинаешь... Тебе попадаются на глаза вот такие челики. Тендерфьюри, Атьеэш. Причем у кого Атьеэш? У Труида Атьеэш. Тендерфьюри, Атьеэш. Какие-то топовые пухи. Практически каждый второй фулл на Акшемод немножечко как-то вот думаешь, блин... А как я вот буду вписываться в эту тусовку? Ну, типа, ну... Возьмут меня там в рейд, скажут... Так, где твоя Атьеэш? Нет, все, иди качайся. Рановато тебе еще с нами. Но с другой стороны, наоборот, вот в таких рейдах одеваться, наверное, быстрее. Потому что тот же самый Molten Core, там кроме ТФ, никому ничего не надо. Ну, кроме каких-то, может быть, бесов. А так Т1, какие-то там пушки стартовые вот эти. Легко, наверное, можно получить. Чисто залетаешь в любой пулк, резервишь там какую-нибудь Бруталку или, там, не знаю, Акурию, может быть. И ходишь до победного. Так, давайте посмотрим, сколько лотов на аукционе. Вот на Эверлуке я недавно смотрел, 25 тысяч было за Орду. Я еще сказал, очень похоже на Фермоу. Давайте посмотрим, сколько тут. Так, 31 тысяч. Нет, до Эверлука далеко. Такое, несмотря на то, что там миллиард китайцев играет, здесь все равно лотов больше. 31 тысяч. Это серьезно. Давайте посмотрим, сколько Эджмастера стоит. Вот, нашли. 2 500. Слушайте, упала цена. Помните, я недавно делал гайд по Фурику? Рассказывал вам, что Эджмастеры на этом, на Фермоу 5 косарей стоят. Цена упала. Это может быть связано с тем, что пришли новые игроки. Фармят лоу-левельные данжи. Ну, тот же самый Марадон, какой-нибудь БРД, где вот это вот падает. И наполняют рынок. Неплохо, неплохо. 2 500 это лучше, чем 5. Я вспоминаю, в первой фазе на Пламегоре они где-то там под 7, под 8 стоили. А под конец, когда заканчивалась последняя фаза, когда уже все, там что-то через пару дней уже должен был выйти Берни Крусейд, они уже по 100 голды стоили. Я даже одни себе купил на всякий случай. Не знаю, правда, зачем. Играю за Хумана, купил Эджмастера. Ну ладно, не суть. Ну, в общем, ребят, довольно неплохо так стоя. Довольно... А, так кстати, давайте пойдем посмотрим перед Агримаром. Дуэли идут. Как бы у Аликов в этом плане все хорошо. Народ активный. Кроме БГ еще ходят помахать пушками перед воротами. А что у нас тут происходит? Ну, если и здесь сейчас дуэлиться, если и здесь как бы движуха ванильная, Ну, все тогда. Так. Ну, вроде что-то есть. Какой-то дяденька стоит, какой-то маг. Единственный, наверное, пвпшер на этом сервере. А больше никого нет. Ждет, наверное. Ждет. Кто бы вышел с ним, подуэлился. Ну, никого нет. Так, ну ладно тогда, ребят. В общем, такая картина. Сорян, что вот так вот без подготовочки, экспромтом. Ну, как получилось. Ставьте лайки, если понравилось этот видосик, такой произвольный. Не забывайте подписываться на канал. И всем всего хорошего.